Мы на свои деньги всё сами поднимали. Выложить на YouTube — это спустить в унитаз. Круто, уснули, проснулись, и мы просто их всех уничтожили там. Это миллион долларов, давайте сделаем. Сделал всё, я устал. Я больше ничего не хочу делать. Дай бог всем нам по 350 тысяч вышестов на релизе. Здарова, народ! Ну что, мы начинаем новый сезон наших интервью. И начинаем с очень крутой знаковой игры. Да, у нас в гостях Валентин Щёкин, ко-фаундер Clapper Hands. Создатель игры The Choses. Валентин, привет! Привет, всем привет! Слушай, ну, The Choses, конечно, супер зашёл. Да, вот этот... Ну, мне кажется, в Хорварде самое главное — найти вот этот самый цепляющий, пугающий визуал. Да, и у вас получилось. То есть вот эти вот животные, да, которые превращаются в монстров. Это, конечно, выглядит очень круто. Как вообще у вас получилось вот эту вот идею найти? Подсмотрели где-то, что-то увидели? Наш продюсер Олег, тоже ко-фаунд, партнёр мой. Он... Мы с ним начали делать студию. Из другого проекта, тоже про него он такой... Он на самом деле вирусный, он не залетел так, как зукозис, но он тоже показал себя вирусным. Он сильно больше, чем зукозис. Мы его отложили пока. Зукозис, я неправильно называю, да? Я всегда заочозис. Да, там даже американцы, даже носители, знаете, это слово как бы такое непопулярное. Вот. И мы удивились там че, там зукозис, а на самом деле оно как ке произносится. Зукозис. Зукозис. И мы делали Спарки Марки, такую вселенную начали делать, и нашли хоррор-художника для неё. Адам Вудсмит, он популярный в сети художник. Ну, можете загуглить Адам Вудсмит или Лео Уинсабл. Он рисует всякие страшные картинки, монстры. То есть мы его картинки покажем, чтобы народ увидел. Да, он безумно крутой. И он, я уже забыл, там, он второй. Есть первый, кто нарисовал этого, Сирена Голового, есть такой художник. Я уже забыл, я два года назад последний раз с этими фамилиями оперировал. Вот он второй хоррор-художник. Крутой по всем вот этим вот монстрам всяким, разнообразным. И мы с ним связались, и прямо это классный парень. Вот. Начали с ним сотрудничать. Он начал рисовать монстров для Спарки Марки. У него большой Инстаграм, и он, по-моему, он запустил вот этот вот тренд, нарисовал вот животных, это Unnatural Habited. Это такой интернет-мем, где животные-монстры. Там олени, по-моему, там у него медведь есть, что-то такое. Вот. И как-то вот у нас со сценаристом, у Олега со сценаристом сложилось, он говорит, блин, это классная идея вообще для игры, но как их можно, типа, куда их уложить можно вот этих... Ну, что, животные-монстры, понятно. Как бы на поверхности уже прикольно, но что-то там не хватает. И вот наш сценарист сказал, так помести их в зоопарк просто. Вот они в зоопарке. Пусть это ночной смотритель, вот и симулятор тебе. И это сложилось, и мы подумали, блин, идея прикольная. То есть мы не знали, что она так бомбанет. Идея хорошая, на нее очень положительно реагирует, когда ты рассказываешь просто кому-то. Она сразу рисует, типа, вот ты животные-монстры в зоопарке, у тебя сразу картинка, там, моя мама даже картинка. Типа вот так, ага. Каждый свое представляет, но представляет. То есть идея суперпростая, несложная. Она на самом деле гениальная. Она в трех словах тебе рисует, что это может быть за игра. При этом она не сильно на что-то похожа. Ну, что-то представляется, там, сервал хоррор или что-то такое. Неважно, какой это хоррор представляется. Но суть, типа, да, вот животные-монстры в зоопарке. Да, давай мы к Зу Козису еще вернемся. Зу Козису надо запомнить. Пусть все подписчики тоже запомнят. Мы к этому вернемся. Вводное понятно. Я просто напомню, да, получается, что мы с тобой записывали интервью. Это уже было, что получилось, три года назад, прикинь, офигеть. Почти три года прошло. Режиссерское образование, правда, незаконченное. Мы постоянно снимали. Учеба у меня заключалась в том, чтобы смотреть кино и пытаться снимать. У тебя была тогда первая игра, которая запустилась с Never Again. Там 550 отзывов на тот момент было. Это была твоя первая игра. Как вот получилось, что ты в итоге из вот этого проекта, да, перешел, получается, у вас новая компания, новая студия, да, Клапер Хэтс. И вы начали сотрудничать вот с каким-то топовым иллюстратором, художником. Ну, вот немножко вот этот путь не до конца понятен. Тоже давай в двух словах, чтобы у нас картинка сложилась. А, я сделал игру, и передо мной встал выбор. Так, что я делаю в следующей? Я делаю следующую игру. Какая она будет, я ее мусолил там полтора года. В итоге пришел к чему-то, что я хочу сделать. В итоге пока это отложено, конечно же, в ящик. И в этот момент я думал, блин, у меня столько свободного времени. У меня есть друзья на тот момент вот в октобоксе. Я подумал, блин, прикольно было бы не тратить это время. А пойти в компанию. Поскольку я соло-разработчик, самоучка, вот. Прикольно было бы, вот я хочу, кем я хочу быть. Я даже не понимал, что я геймдизайнер тогда. То есть кем я хочу быть. Вот я программировал всю игру один. Давайте попробую я скриптер-программистом, ну или техническим дизайнером. Вот в такую историю. И устроился туда. Я просто смотрел, как вот... Учился программировать в компании. То есть смотрел там, как у них устроена архитектура проекта, как вообще это все делать. Я еще все время 5 лет дома сидел там, в общем-то. Не особо где-то на работу не ходил. И я такой, о, в офис. Круто будет в офисе. Вот. И тогда пандемия началась. Я там неделю посидел в этом офисе, и всех разогнали по домам. Я там не очень долго проработал. Месяца три, два или три. Я, в принципе, понял, что это не мое программировать. Ну, прям так, Маш, прям не цель моей жизни – программировать. Вот. И ушел там через какое-то время. Поступило предложение поработать на Hello Neighbor. Вот уже другого моего знакомого. Контент-дизайнером. Вот они искали контент-дизайнера для деликов. Там были дейлики под первую часть. Там они начали портировать на мобилку первую часть. Нормально. Она там была спортирована, но не работала. Там даже продажи не работали просто. Вот. И Tani Build заключил контакт с компанией, в которую я устроился. Они просто починили первую часть Hello Neighbor на мобилках. Но параллельно там возникла, видимо, идея у продюсера сделать некие дейлики на основе вот этой вот первой части Hello Neighbor, чтобы там… Ну, бесплатная фри-то-плейная игра там на iOS, на Android, где они получают скины там, по-моему, для Secret Neighbor. Что-то такое было. А дейлики, ну, ты там… Вот у тебя первый день, ты там что-то, какие-то задания выполняешь и ждешь там следующего дня, там выполняешь. Вот такая вот история монетизации была. Ну, бесплатная, по сути, просто привлекает внимание там… Кросс-прома, я вспомнил. Кросс-прома называлась. Вот меня на это что-то поманили. Кросс-прома, с другой стороны, они таким образом, наверное, удержание какое-то повышали. Наверное, я знаю. Я тогда еще ничего не понимал особо. То есть я устроился, каким дизайном… Ну, понятно, у меня есть реализованная игра, но я в индустрии… Теперь я что-то понимаю в программировании, там, читая плюсы, все это программирую в компании. Но как дизайнер, я такой, блин, классная история. То есть я сейчас еще попробую дизайнером быть. Давайте попробую быть дизайнером. При этом Hello Neighbor классно тоже. При этом там, ну, какая-то зарплата. Вот. И прикольная история. Я подумал, кайфово, попробую. И на меня вот накинули эти дейлики. Я написал… Я там за день Джесси Шелла там открыл сразу, как пишется эта документация, так, чтобы она всем, ну, понятная была. Джесси Шелл, гейм-дизайн, да? Книга. Да-да-да. Да. В трех словах понял, что каждый пишет там ее как хочет в целом. Ну, есть некие там… То есть надо схемы писать, что-то там расписывать, фичи, юзер-стори там и так далее. И, в общем, я составил вот этот вот дизайн-документ для вот этих дейликов. И в Тинни Билд им понравилась так эта история, что они предложили сделать отдельную игру по ней. Она уже вышла на Android, она называется Никис Даррис. Короче, я ее довел до софт-ланча и дальше уже ушел в свободное плавание там два года назад. Вот. Но там можно ее сейчас скачать, она бесплатная, там монетизация через эти, через всякие внутриигровые покупки. И вот тоже дейлики, вся та же самая история. Ну, вот там все построено, почти все построено моими руками, может, если кому интересно. Они даже музыку оставили, все я музыку там написал. Я думал, они заменят после меня, когда будут в полный релиз выходить. Но я там указан даже как композитор. Я зашел там в титрах, о, мне композитором приятно очень было. Там дописали на мою музыку дополнительно, там где не хватало, там уже композитор дописывал сверху. Прикольная история, вот. Вот. Дальше я довел это до софт-ланча. Там в нескольких странах запустились. И я познакомился с продюсером, с которым работал Кирилл. Вот, партнер стал со Кириллом. Кирилл Золовкин, это игра Грипер. Они начали делать игру Грипер, перезапускать ее. Тоже есть интервью на канале, ребята, с Кириллом. Кирилл, давай начнем с такого, с подводочки. Как у тебя получилось? Вообще у меня до геймдева были еще работы в рекламном агентстве и веб-дизайна студии. Ну и Кирилл меня просто познакомил вот с партнером своим. Типа давайте придумаем тоже какую-то игру, там онлайн, все такое. И вот это выросло сперва с парки марки, потом в зоопарк. То есть Кирилл тоже участвует в этой компании? Нет, Кирилл сейчас уже с нами не участвует с прошлого лета. Он был поначалу, когда мы предпродакшеном там занимались в зоопарк, а потом мы уже разошлись. Не дождался он успеха, ушел раньше. Так, хорошо. Вы объединились в идее, ну то есть в чем была идея вот этой компании объединения? То есть ваша задача была искать какие-то интересные ниши в хорроре? Или как-то по-другому звучала идея? Со мной долго вел переговоры Олег, чтобы мы вот о партнерстве в этой компании. И он не относится к этому, типа вот хоррор не хоррор. Тут скорее я делаю хорроры, вот я релизил игру, я работал там Hello Neighbor, вот у меня там успешный этот Nevergen, давайте посмотрим. Хорроры хорошая ниша, она благодарна много игроков. Те, кто любит хоррор, употребляет весь хоррор, который существует. Вот, давайте попробуем, сделаем. Тогда еще вышла игра в Хаги-Ваги, забыл. Ну, я понял, название не помню, конечно. Да, там получасовая, Poppy Playtime, вот. Она получасовая, мы такие, господи, получасовая игра, и заработала там кучу денег. Давайте попробуем сделать такое, плюс там онлайн попробуем сделать. В общем, с этого начнем. Ну, начнем заниматься, идти вот в эту нишу. Вот, и все, вот так вот. Можно еще пару вопросов организационных? То есть у вас Олег выступал как инвестор, который собрал команду и платил зарплаты, или вы просто, условно, собрались там несколько человек, просто разделили доли? Слушай, я вот это, поскольку компания, да, там, партнеры, давай я на этот вопрос не буду отвечать. Если захочешь, они в титрах есть, ты можешь, в принципе, ему написать. Я просто, ну, это все равно мне все согласовывает. Ладно, ладно, ладно. Тут, в принципе, не сильно важно. Я просто пытаюсь понять, насколько это была организованная, ну, понимаешь, организованная компания. Мы на свои деньги все сами поднимали. То есть у нас даже нету... У нас не было инвестора. То есть у нас не было инвестора, у нас нет издателя, на самом деле. Мы просто вот сами делаем... Это, по сути, чистое инди, на самом деле, в чистом виде, но только в каком-то немножко извращенном, что у нас такое большое инди, мы ни на кого... Ну, нам никто ничто не говорит, как делать, допустим, если бы у нас был какой-то издатель. Это идеально. Идеальная ситуация. Да-да. В чем идея была? Ну, то есть инди – это всегда мало ресурсов, и важно, ну, попасть, да. То есть сделать что-то, чтобы попасть, чтобы были деньги на следующий проект. Как вы пытались эту проблему решить? Мы придумали заходец. Заходец. Не, ну подожди. Вы сначала придумали спарки-марки. Я просто смотрю, что это два эпизода, оба бесплатные. Как вот вы решили это делать? В чем была суть? А суть была в том, чтобы придумать онлайн. Там, на самом деле, мы метавселенную, не метавселенную, ну, большую вселенную строили. То есть это детский хоррор, это игрушки, понятно. Хаги-ваги был на каждом рынке, там, Ташкента, вот этот вот синякий чувачок. Это мультики потенциальные, это социальные сети, вот там это большая история. Вот. И почему вот стратегия такая, типа онлайн, даже мы думали, он бесплатный онлайн. Почему вот эти вот игры там бесплатные? А это промо-игры, просто рассказать про вселенную. То есть они даже не планировали сплатно. То есть там, возможно, была бы такая ситуация, возможно. Это сейчас, это все, это... Мы думаем еще, как всю эту историю повернуть. Она бы вообще могла быть полностью бесплатной. То есть все, что с играми связано, все бесплатное. И монетизироваться по-другому, с помощью кино, с помощью, там, игрушек, с помощью, ну, вот, с помощью каких-то других вещей. Угу. То есть это способ, условно, привлечь какую-то органику, какой-то интерес, чтобы они осели у вас, условно, в социальных сетях, ну, и там, или, например, в Стиме на вашей странице компании, а потом уже им вы бы продавали или продвигали что-то другое. Да. Да, мы так прямо, прямо так и сделали, на самом деле. Там со спарки прикольно. Идея пришла дискорд-команды сделать. Я купил бота. У нас там по лору есть искусственный, типа, искусственный интеллект, который там один из важных персонажей. в игре. И я придумал купить дискорд-бота и назвать его вот именем, там, Сьюзи, этим персонажем. И ты, если в игре находишь, там, команды, короче, по игре бродишь, там, находишь команды, дискорд, ты их можешь вставить в бота, спросить у бота с помощью этой команды, что-то, и она дает тебе кусочек лор. Таким образом, мы 5000 человек получили. Мы выложили игру на Ичио, она завирусилась, с нее поиграли миллионики, маркеплайр, там, все в нее поиграли. И мы так собрали 5000 сейчас в дискорде человек, вот, только выложив, там, 15-минутную маленькую игру. Вот, это, там сейчас смешанные отзывы как раз из-за наличия дискорда в игре, потому что людям это вообще не нравится. Даже на бесплатной игре, на маленькой бесплатной игре у нас смешанные отзывы, и там просто читаешь, там, дискорд, господи, такой отстой. Но при этом... А что именно им не нравится? Ну, что надо из игры выходить, типа, выбивает, возможно. То есть, можно потом, конечно, все эти команды, они там в конце есть, но им интересно сразу, это что-то выбивает. Я не знаю, тут анализировать, мне кажется, надо глубоко, что психику массового игрока, почему им так не понравилось. А на Ичио безумно понравилось. То есть, на Ичио там открываешь, там нету слова про дискорд. У нас даже в дискорд приходили там стримеры-миллионники, они же им надо же тоже вставить. То есть, они проверяли, что это такое. Вот это вот прикольная идея была по привлечению. Но она немножко искусственная. Мы привлекали для того, чтобы первые плейтесты онлайна устраивать. Типа, вот у нас там 5000 человек, пожалуйста, ну, какая-то часть поиграет. И выяснилось, что очень маленькая. Это вообще другая аудитория пришла. То есть, тут неправильная аудитория. Мы работали, вот. И, ну, там онлайн что-то там 50 было. То есть, ты к тому, что вот эти чуваки, которые собрались, они не особо стали лояльными какими-то фанатами, да? Которые потом вовлекались в разные ваши новые проекты. Там маркетинговая ошибка была. Там мы пиарили игру «Дуис из парки». Это онлайн история. Она должна была выйти в ранний доступ. Мы там делали, там, аж 5 плейтестов. То есть, пробовали разные варианты. Компетитив, кооп пробовали. Кучу разных вариантов попробовали. Как, ну, что они хотят там, в какую сторону нам двигаться. Но у игроков из-за вот этих промо-игр возникло ощущение, что это сингловая игра. И они, мы такие, «Дуис из парки». Что такое «Дуис из парки»? Мы такие, сейчас, сейчас, сейчас выйдем. Там у нас сотни тысяч в ТикТоке просмотров. Короче, сейчас мы вам покажем. Ну, показывали, они такие, что онлайн, что? И типа, тут вообще не сметчилось ни у кого. То есть, тут ошибка маркетинговая была, которую мы потом... Как правильно донести игроку? Вот здесь мы учились жестко, что потом в «Зуходзисе» как раз и сыграло свою роль. Как правильно донести, вот на какую аудиторию работать, как правильно донести, не совершить никаких ошибок, которые вот наделали в момент пиара с парки. Ну, резюмирую этот вывод, чтобы было понятно. Основной вывод в том, что если ты хочешь делать онлайн-игру, то ты должен делать промо на онлайн-игре. Тут сложно. Я даже сразу ответить не могу. Смотри, там есть несколько вариантов. Самый простой, самый простой и самый действенный. Вот у тебя есть идея, вот сингловая игра «Спарки-марки». Там про что-то. Про то, что ты убегаешь от босса. И вот ты туда должен бить, чтобы максимально было. Вот ты там в «Спарки» идёт, или ты играешь, на тебя идёт «Спарки», и из него вылезает монстр. Всё, вокруг этого надо строить маркетинговую кампанию. Мысль должна быть просто максимально простая. Ну и трейлер должен быть динамичный, там вся история. Ну никак не то, что ты что-то там показываешь в трейлер, что-то загадочное там. Это может сработать, но скорее всего в 99% случаев не сработает. Если ты ноунейм. То есть с этим могут баловаться уже аудитории, которая у тебя есть, с этим можно баловаться. Закидывать их загадками, с ними как-то играть. Это очень хорошо работает, это всем нравится. Но когда ты ноунейм, и ты такой приходишь, а у нас тут что-то загадочное, и все такие... Всем пофигу просто. Да. Что-то загадочное. Загадочное. Ну окей. Очень интересно. Смотри, ты еще рассказал, что вы активно юзали TikTok. Вот расскажи, по Spark и Mark делали ли вы какие-то тесты, то есть до начала масштабной разработки. Были ли какие-то у вас такие тесты, типа вы понимаете, что заходит вот это, да, поэтому мы это делаем. Или это просто уже как маркетинговая компания, когда игра создалась, вы поддерживали таким образом? Мы пробовали там разные варианты. Наша цель была стратегия. Это как раз соцсети, то есть сделать лояльную аудиторию, которая будет помогать уже игре в дальнейшем. То есть цель была как раз недоделанный продукт, ранний доступ, плейтесты, промо-игры. Типа приходите, у нас здесь классное что-то заваривается, давайте все вместе делать прикольную игру. Вот такая была цель. Соответственно, социальные сети это часть этой стратегии. То есть YouTube, TikTok, Instagram, там дети не особо, вот почему TikTok и YouTube, потому что, ну, детская аудитория там в полный рост. Вот. YouTube не заходил. Мы что-то там, по-моему, подняли 7 тысяч. Я делал шорцы какие-то там бесконечные, там 60 штук сделал там за несколько месяцев этих шорцев. можно тоже открыть, посмотреть. Вот. Там некоторые взрывали там. От 10 до 40 тысяч, да, вот я смотрю. Ну, 80 тысяч. Там есть, там есть какие-то большие. Вот. Там мы научились, короче, я научился, как правильно визуал строить, так, чтобы это просто в шорцах, ну, привлекало внимание. Вот. Научился быстро делать вот эти вот все видосы из того контента, который мы разрабатываем. и мы его дублировали и на YouTube, и в TikTok. В TikTok там сразу оно полетело. В TikTok полетело, но не до миллионов просмотров, но там сотни тысяч. То есть, тот же самый контент вы выкладывали одновременно на YouTube, в Instagram и на TikTok, да? В TikTok они летят прям поначалу, поскольку там когда канал заводишь, начинаешь его заполнять, там первое время TikTok тебе дружелюбен, и надо не переставая закидывать контент и у тебя там просмотры. Вот мы на этом, ну, довольно бодро выехали и то же самое дублировали на YouTube, и оно не заходило, и мы решили пошутить. Типа там вот 10, я не помню, там 3 тысячи, по-моему, в TikTok, у нас видос есть, типа там Spark'е такой 3 тысячи, и мы выложили это на YouTube и написали 3 тысячи на TikTok, YouTube, что с тобой, короче, типа, что не так, и начали добавляться люди просто там за час, ну, по тем временам 100 человек, короче, добавилось, просто сразу, и все такие, Spark'е, 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 то есть вот такая игра сработала, но это вот редкий случай, когда сработала с ноунеймами игра какая-то прикольная, ну, вот игра с аудиторией она, ну, вот так вот мы решили пошутить, просто похихикнули, и такие, давай так напишем, вот написали, и это сработало, это не призыв к действию, это сложная вещь, очень сложная вещь, ее так ты не продумаешь, вот, это просто вот по наитию так случилось, но вот такие прикольные штуки бывают, вот. Так, хорошо, почему вы перестали видосы делать, ну, на тот же YouTube'чик, именно по этому проекту? Слушай, я уже, честно говоря, не помню, по-моему, мы уже, там сильно упиралось в меня, как в креатора всех этих историй, а я вот, я на самом деле узкое горлышко компании, то есть, на мне очень много обязанностей по производству, и я там, так, мне надо руководить компанией, и еще видосики эти прикольные, это прям, это единственная вещь, на которую мы постоянно у нас какие-то споры, типа, господи, освободите, Добби, освободите, а я единственный, кто может, вот, все трейлеры за Зу Козиса, сделал я, не я писал, мы пришли к истории, где делается раскадровка не мною, я не участвую практически в создании идеи, то есть, поначалу участвовал, потом, давайте, я не буду даже участвовать в создании идеи, делайте раскадровку, делайте аниматики, присылайте мне, я сниму вот ровно, вот, как вы хотите, и от меня вот требуется именно вот исполнение, то есть, вот, и мы сейчас вот к этой штуке пришли, но, тем не менее, она тоже, на мне до сих пор много обязанностей, и типа съемки, это каждый раз травма, я такой, блин, все, пришло время трейлера опять, и я такой, пришло время, я делаю супер быстро это, и уже просто за эти три года я научился это делать, я, ну, просто за 15 минут там, я однажды сделал 31 шот, по-моему, для трейл, по-моему, для дейт трейлера там, где животные на тебя бегут, там есть трейлер, я сделал за 12 часов 31 кадр, я весь трейлер, вот это вот все, что там попало, там какие-то правки были, я сделал за 12 часов, все это поставил, то есть, вот на соль. Это сцены собираешь в Unreal Engine, да, записываешь, ну, в смысле, анимации, какие-то движения, какую-то движуху, и потом уже это все монтируешь. Я там беру все из игры, все из игры берем, вот, там, мы ничего, кстати, нас там обвиняют, что мы там режиссируем эту всю штуку, типа, что это вот не контент из игры, на самом деле, невозможно сделать игру в такие сроки, типа, не используя там в маркетинговых материалах, там, элементы не из игры, то есть, это все вообще, я просто брал из игры, так, есть такая анимация, все, бежит, типа, сделал, есть другая анимация, сделали, вот, визуально, ну, пока мы говорим про Sparky Marky, все выглядит на уровне, да, красивенько, видно, что там со вкусом все делается, расскажи, какая у вас вот команда была, какой командой вы вот шли, пытались, ну, как-то зацепиться? Максимум было 35 человек у нас в студии, по-моему, на пике, вот, и в релиз мы, по-моему, с 35 или с 30 вышли, людьми в компании, в релиз Sparky Marky, или? У Sparky Marky не было релиза еще, Zucosys, в релиз вот месяц назад, 35 человек, сейчас вроде у нас 35 человек, или 30 человек, что-то, что-то, это достаточно большая команда, вы ее набирали уже в тот момент, когда понимали, что у вас что-то получается? Нет, она была уже на этапе Sparky Marky, основной Core, команда, у нас там, у нас довольно сильные, у нас прям очень сильная артовая команда, очень сильная, там 7 человек, а они любую задачу решают, там, молниеносно, быстро, мы занимаемся тем, что придумываем задачи, вот, и весь зоопарк, можно посмотреть из парки, из зоопарка, из парки, мазки, все, весь уникальный контент, зоопарк там, мы делали сперва из ассетов, потом переделали все это под визуальный стиль, вот сильная команда артовая у нас там, только там 7 человек, учитывая двух, двух концептер, три концептера у нас, вот, включая Адама Уудсмита, еще вот, Марина, концепт артист, и Петя арт-директор, он тоже концептер, вот, и плюс 3 артовика, арт-энверщика, и один у нас, по персонажам, которые делают, всех персонажей, всех монстров. Ну, то есть, это такой уже серьезный инди, ну, то есть, не совсем голозадый инди, да, это уже прям целая студия, ну, как, ну, это целая студия, но там, как бы, я считаю, что это чистая инди, тоже делая, на самом деле, там, это спорт, инди, там, ты должен голодать, там, или ты, или все-таки большая студия может быть инди, мы чистая инди, поскольку мы просто независимы, вот, инди, как период, независимы, вот, и мы максимально независимы, мы прям сознательно идем на риски для себя, то есть, мы, у нас есть возможность сейчас взять там, если нам потребуются там инвестиции, например, да, какие-то, сейчас вот после релиза и до релиза, после трейлеров там, этих предложений там миллион, вот, и мы сознательно на это не идем, зачем нам, вот, типа, мы хотим оставаться независимым, зато мы сами все, все самые странные, и те решения, которые нас как раз и сделали, вот, эту игру такой популярной, все там сумасшедшие, креативные решения, да, вот они же и помогли сделать игру такой известной, какая она есть, и мы, мы этим очень сильно дорожим, и мы остаемся из этого независимы, и стараемся максимально, до последнего это будет, это будет компания до последнего, и мне кажется, когда у нас, если, не должно наступить последнее, мы, что-то должно произойти, чтобы мы, только, допустим, мы захотим строить корпорацию, вот, может случиться так, что мы захотим большую корпорацию, там, дальше будет там супер успех, или мы же выбираем там какой-то, остаться инди-студии, там, качественной, там, которая делает дорогой продакшн, но все-таки такая инди-студия, пусть она делает трипл-инди, вот есть, или там, или добыл-эй, неважно, вот, все равно независим, мы идем там просто на риски, а если ты идешь на риски, и трачешь свои деньги, ты определенно не инди, сто процентов. Окей, так, давай еще немножечко вернемся, до, зучо, зукозиза, зучозиз, так и хочется сказать, да, зукозиз, спарки марки, зарелизили пару эпизодов, набрали дискорд, а что было дальше? Дальше, дальше мы выпустили первый вот этот вот эпизод спарки марки, он начал взлетать, и у нас на волне там успеха, нам надо было принимать решение, что мы делаем дальше, допустим, мы, и мы начали формировать плей-тест для Doocy Spark, там называется игра, онлайн-игра Doocy Spark, вот, она не залетела, по причинам, которые я уже объяснил, мы там сделали большой туториал, было еще что-то, и у нас пришло в голову решение, типа, вот у нас туториал, но он такой с сюжетом и со всеми делами, давайте сделаем еще вторую маркетинговую игру, такую же, там, 30-ти минутную теперь, переделаем ее немного, и выпустим еще маркетинговую игру, просто проверить концепт, у нас вообще это все еще работает, или это уже никому не нужно, этот спарки, и она сработала, ну, ровно в два раза хуже, но сработала, ну, и нам объяснить, что она так и работает, типа, эпизод 2, да, ты говоришь? Да, эпизод 2, вы чего ожидали, так и работает везде у всех, а третья часть еще меньше, и должно что-то экстрадинальное произойти, чтобы третья часть, там, как-то перпендикулярно выстрелила, и опередила все остальные части. Ну, то есть, пока вы даже не думали о деньгах все равно, да? Нет, вторая часть, это тоже маркетинг. Вторая часть маркетинг, ну, мы проверяли, вообще, спарки марки, он еще кому-то интересен, да, интересен, да, у нас там все равно продолжались просмотры, после этого, после этого уже там параллельно где-то уже появилась концепция за зукозиса, зоопарк, давай зоопарк называть, так проще, зукозиса, и мы ее просто писали, как бы варили полгода, так, как это может выглядеть там, прикольно, этим не я занимался, этим занимался Миша Чебышев, вот, он тоже с нами работал, мы ему делегировали, типа, давай, вот, есть еще идея прикольная, она более простая, прямая, такая, типа, как, primal, не знаю, забыл, как по-русски, зубодробительный, там, блокбастер, прямо, очень простой, спарки, это что-то там, это с конспирологией, там, для детей, это вселенная, это что-то, и простое, и очень безумно сложное, одновременно, а вот животные, монстры в зоопарке, это все очень просто, вот, животные, монстры, давай делать, вот, и мы этого штука варили долго, еще полгода параллельно. То есть, вы сначала выбрали идею спарки-марки, начали развивать, не почувствовали какого-то там супер взлетного роста, и поэтому вы потихонечку, еще параллельно просматривали какие-то другие идеи, и вот как раз одна из идей была зукозис, да, который вы параллельно, не отказываясь от первоначального плана, варили, правильно? Я примерно так понимаю? Да, да. Так, хорошо. Что стало, ну, триггером, что вы всю команду привлечили на зукозис? Стало понятно, что онлайн не взлетает, стало понятно, что на это уже очень много денег ушло, на разработку спарки, и стало понятно, что это очень сложный проект в реализации, что это вселенная, и нам просто не хватает сил это сделать, несмотря на его визуал, он обманчив, на самом деле, там все очень сложно. Надо принять решение волевое, и чтобы не потерять студию, надо вот сделать продукт, который вот гарантированно, там вот у Олега говорит, вот это миллион долларов, вот он, вот это миллион долларов, он прямо проговаривал этот слух, это миллион долларов, давайте сделаем, типа, давай, Миша, садись, давайте так, сценарий писать, думайте, вот так мы варили эту штуку, вот, и в определенный момент уже все прям, деньги начали заканчиваться, и мы переключились, просто подбили, так, сколько мы можем потратить еще на вот этот проект, подбили бюджет, вот у нас есть время, там, не помню, до марта, вот у нас есть время до марта, надо с этим что-то делать, давайте искать издателя, давайте, там, пробовать фонды, венчурные, всякие варианты давайте пробовать, то есть, там, там был период прям такой тяжелый, неприятный, где мы пробовали разные варианты, там, и со спарки, так, и мобилки, там, и всякие вот такие варианты, и пришло, мы сократили немного студию, чтобы вписаться в бюджет, там, как можно дольше вот эту вот историю, там просто работа с фондами, она не быстрая, она очень долгая, то есть, там, даже вы договорились, там, не быстрая, еще и не гарантированно, да? Не гарантированно, не быстрая, 8 месяцев, это, короче, вот давайте вот так подумаем, какой-то вариант, какой-то средний, прикинем, как мы можем поступить, и поступили так, что мы заморозили спарки, и переключились на зоопарк, и поставили, ну, то есть, мы его делали, мы даже с издателями работали, там даже дошло, почти, почти дошло до подписания, с издательством, но там, это в декабре было, 23-го года, там начались массовые увольнения, и эта штука сорвалась, и она к лучшему, что это произошло, мы так немножко расстроились, но у нас уже был готов трейлер, там, в декабре, по-моему, да, в декабре уже был готов трейлер, и мы просто такие, господи, это точно взорвет, но насколько взорвет, мы не знали, то есть, у нас было, мы точно понимали, что это супер круто, но насколько не знаем, и вот 16-го января мы выложили вот трейлер, запас. Сейчас, подожди, подожди, самое важное, вы сделали трейлер, вы не побежали на ютубчик его постить, вы не побежали в трейлер его куда-то постить, Как вот вы сделали так, чтобы он IGN вас выложил? Ну, просто выложить на YouTube, это спустить в унитаз. То есть это, ну, бессмысленное. То есть это, вот это суперинди-поступок был бы. Так, какие у меня есть варианты? Выложить на YouTube, создаю канал. Там даже ссылки нельзя не делать, ничего нельзя. Там новый канал сделал, и запостил, и все. И до свидания, оно навсегда там погибло. А может быть, нет, по-разному бывает. Но, скорее всего, да, мы так рисковать не стали. Мы отправили во все вот эти вот новостные порталы. Не я этим занимался. Я даже, я вот знаю IGN. Для меня вот IGN, и все, и выше уже. Там GameTrailers есть, есть IGN. Но на самом деле я больше не знаю. GameTrailers одно и то же IGN. Это дочка IGN. Она всегда на IGN, а потом GameTrailers. То есть просто, по сути, не было какого-то контакта. Вы просто там на почту, условно, отправили, да, с какой-то пич, с посылкой на трейлер. Был контакт. Был контакт. Да, был контакт. Он с Гриппера был. Я не буду говорить с кем. Ну, просто он в титрах указан, этот человек. Вот. У нас был контакт. Он со времен Гриппера. Он вот согласился отправить вот IGN руководству. Ну, в IGN, там, человек по дружбе. По дружбе. Типа, по старой. Типа, блин, прикольно, прикольно, трейлер вроде ничего. Отправлю, просто покажу руководству IGN основного. И там они такие, блин, классно, давайте выкладывать. Типа, прикольно. И больше никто не ответил. То есть вот так вот, типа, послать письмо на почту, это не сработало. Мы никому не были нужны. Вот. А тут вот, типа, так вот Гриппер во всей этой истории сыграл. Гриппер сам не добился каких-то результатов, но стал проводником, скажем так. Проводником, да. То есть все равно на все эти конференции есть смысл ездить, ты знакомишься со всякими разными. Это знакомство по конференции. То есть познакомился, прикольно, прикольно, там, менялись контакты, общаемся, переписываем. Вот такие, вот, смотри, трейлер, можем на IGN как-то. Давай я проверю, просто отправил. Все они берут, тогда-то, тогда-то выложат. Окей, это все бесплатно, вы не платили никаких денег. Все бесплатно, ничего никому вообще. По сути, они получают подписчиков, когда у них стреляет какой-то видосик. То есть для них это как дополнительный контент, дополнительные подписчики, органики. Не подписчики, а просмотр. Их интересует только просмотр, а не подписчики. Ну окей. Что произошло в тот момент, когда вышло это видео? Как вы это... Не совсем так, там они обещали в 3 часа по европейскому времени выложить. Выложили на 5 часов позже, мы там все посидели. Ну мы ставили, что же, что же происходит. Это релиз был, по сути, у нас такой большой. Типа вот мы первый раз рассказываем про игру миру. Причем добились вот типа IGN тоже. Ну это ачивка в IGN, чтобы у тебя трейлер вышел. Они там задержали на 5 часов. Он вышел, там какие-то просмотры. Мы там сравнивали, кто там до нас вышел, кто раньше. Там S.T.A.L.K.E.R. 2. Мы вышли с S.T.A.L.K.E.R. 2, Warhammer там и с Frostpunk'ом рядом. А, и Диана Джонс еще там вышел. Мы такие, блин, вот у них много просмотров. У нас поменьше, но у нас серьезно. То есть там типа вот мы же с ними одновременно вышли. И это почетно, что у нас хотя бы тоже набирает. Круто-круто уснули, проснулись. И мы просто их всех уничтожили там. Они остались далеко позади. Вот. И тогда мы, господи, что мы сделали? Сколько было просмотров, вот когда вы проснулись? Было 600 тысяч, по-моему, просмотров. Или 400 тысяч. А потом через 3 часа стало 600 тысяч. И оно только набирать началось. А потом мы открыли виш-листы. И там, я уже точно цифру не помню. Там было, что-то такое, набралось там 20 тысяч. По-моему, или 18 тысяч виш-листов, или 20. И по сравнению с тем, что, ну, у нас было на Спарке, там, вот YouTube не продавал, не поднимал виш-листы. Мы такие, господи, 18 тысяч виш-листов за день? Это вообще про нас? Это вообще возможно? Это мы типа сделали? И на следующий день было там 25. На следующий день так-то-да-да. На следующий день 50. Потом 70. Так, до 200 тысяч, там, за неделю, до 200 или 250 тысяч. Я уже все, я уже отключился в этот момент. Достаточно. Этого достаточно, да? Чтобы работать над игрой. Да, и это поменяло просто всю парадигму. Так, этот продукт нужен людям, да? Давайте придумывать, как нам теперь выкручиваться из этой ситуации. Типа, ну, странно, типа, теперь это... Это теперь не вопрос денег. То есть, сейчас. Давайте пробовать. То есть, если резюмировать немножечко, типа, примерно, там, 2,5-3 миллиона просмотров на IGN, теоретически дает такой охват, что у тебя игра получает, там, 200 тысяч виш-листов. Там, на самом деле, там не совсем так. Там есть у стима функция, я забыл, как называется, query. Когда она такая, окошечко большое, когда она выдает вот прямо рекомендуемый контент конкретно игроку. Вот. Если ты туда попадаешь, а попадаешь ты туда чуть ли не один раз вообще, есть возможность туда попасть, то он тебя начинает по стиму рекламировать вообще. То есть, ты безумно рекламируешься. И мы дошли вплоть до того, что ты вбиваешь в поиск Z. И ты... И мы были на первом месте там... Зоплэ... Зоокозис, Зупленет, зомби, там, тататататата. Это было там несколько дней. Вот за эти дни как раз 200 тысяч листов. То есть это не IGN принес виш-листы, IGN запустил так, Steam такой, о, здесь что-то происходит, какие-то взрывы происходят. Давайте-ка мы это добавим, их туда-туда-туда-туда. То есть, скорее всего, на букву Z, условно, в поиске у них, в их системе поиска, вы были самым популярным запросом, и поэтому он вас в автогенерацию добавил, когда ты начинаешь что-то печатать. Автоподсказка. Вы были на первом месте. Да-да-да, там с первого мы были Зуч, потом Зу, потом Зо, зомби. Я такой, господи, мы уже просто... Есть зомби любые там, любые там, много зомби. А потом мы на Зе просто. На первом месте, по-моему, были, на втором были, там после кого-то. Я уже не помню. Кайф. Вот так было, да, прикольно. Круто. 200 тысяч листов охренеть, да. Учитывая, что вы условно на это не потратили денег, да, именно на маркетинг. Ну, как не потратили мы, у нас же студия, это все равно на... На создание контроля потратили, да? Ну, на то, чтобы кому-то заплатить, чтобы он разрешил, не потратили ничего. То есть, такого не было. После этого IGN, даже там другая ситуация. IGN такие, ну, все, вы эксклюзив теперь. Мы на вас вешаем плашку, что вы IGN, и если кто-то перевыкладывает у себя где-то трейлер... А, мы не имеем права, там, допустим, там, один день, там, что-то такое постить сейчас, чтобы это эксклюзивно на IGN было. Потом, спустя день, мы уже имеем право выкладывать. Вот. И все, у кого будет плашка IGN, значит, они, там, украли с IGN, и они, там, бань, что такое. Как бы такая штука, прямо на эксклюзив история. Но мы там уже завсегда, там даже глава IGN в Твиттере у себя этот пост разместил, типа, о, какая прикольная странная игра, типа, про животных. Люблю животных. Там тоже можно, по-моему, репостили. И там одновременно вместе с IGN начались взрывы в Твиттере. Наш пост, анонсмент, собрал 5,7 миллионов просмотров. У нас пост есть 5,7 миллионов просмотров. Я не знаю, как, вот у нас есть маркетинги, там, по безделу, вот, Солвита, Зача, вот, она всем этим занимается, и со стримерами общается, вот, все вот эти штуки, вот, через нее она вот круто это делает. И она как-то в Твиттере, она вот умеет общаться, как-то в Твиттере заобщался со всеми вот крупными пабликами по хоррорам, там, чтобы они делали репост. И вот пошло-пошло, и там просто мы ложились спать, она говорит, завтра ночью будет просто взорвет. Вы охренелись. И действительно с утра просыпаемся, там просто какое-то сумасшествие. Еще и в Японии, там что-то много было этих просмотров. Ну, вот это один раз на релизном было трейлере. Там второй раз, так уже масштабом не получилось. До IGN вы делали какие-то видосы короткие в ТикТок, на Ютуб, что-то такое выкладывали? Нет, зарегистрировали канал за день до выкладывания IGN, ничего не было. Мы даже после этого не постили. Это сейчас мы... Там началась история с... Там прошло несколько месяцев, у нас там медленно-медленно росли подписчики, ну, чуть-чуть росли, мы что-то там выкладывали. И даже первый трейлер-то там самый низкий по просмотрам. Он на самом деле, его даже уже сейчас не смотрят, этот первый трейлер. Вот. Там случилась история с Гаррис Модом где-то месяца 4 назад. Начали делать копии наших животных, монстров, и что-то, и баловаться в Гаррис Моде с ними. И там, если вбить Зухозис, до релиза, там... Да, можно сейчас вбить, и там этот Гаррис Мод там бесконечный. То есть это просто бесконечные какие-то ютубер-миллионники что-то начали выкладывать. И вот это привлекло к нам подписчиков. И я там долго наставил, давайте какие-то сторисы делать, давайте прикольно там шутить или что-то еще. Прямо это долгие переговоры были, чтобы мы начали выкладывать какие-то любые сторисы. Давай из трейлеров нарезку с какими-то шутейками там. И вот эти шутейки, они как раз сейчас принесли огромное количество подписчиков. Там какой-то там почти на миллион залетел шортс недавно. Хотя что мы сделали, из трейлеров взяли... Вот тут, кстати, прикольная вот как раз для аудитории подсказка маркетинговая. Смотрите, шортсы. Что такое шортс? Шортс, особенно сейчас, это платформа, которая конкурирует там с рилсами из Инстаграма, со тиктоками и так далее. И ютуб понимает всю силу там, сейчас все в шортсах. Ну, как никто. Все равно большая часть людей эти шортсы листает бесконечно, убивая время. Ну и, конечно же, все просмотры там, 100%. И они это сейчас популяризируют, продвигают. То есть сейчас еще время, когда шортсы помогают наращивать подписчиков на ютубе и так далее. Их прям обязательно нужно делать. Но работают они... Вот у меня открытие было инсайт. Работают они не так, что ты делаешь какой-то контент, вот в парке марки, мы делали какой-то контент. Там что-то там, с парки, из него монстр вылез там. Вот так. Это не так работает, чтобы там просмотры были. Это, короче, тизер для трейлеров на канале. Для того, чтобы подписывались люди и чтобы они уже видосы твои смотрели большие. И как я это понял, мне там выдается в рекомендациях, я там какой-то комедиклап или еще что-то. То, что еще не вышло, там натальная карта, там натальную карту. То, что еще не вышло. И я такой, так, а где это? Где посмотреть? И нигде этого нет посмотреть. Реклама была, что вот подписывайся, и через неделю они там это выложат. И у меня, это такой инсайд я словил. Я говорю, давайте, господи, делать эти шорцы бесконечно как угодно. Шорцы позволяют еще ссылку делать на свое видео, да? То есть шорцев наверху есть ссылочка на одно конкретное твое большое видео. То есть это, как знаешь, тоже возможность. Я, кстати, не знал. Я, кстати, не знал. Может быть, у нас не открыта эта возможность, либо мы просто этого не знаем, ну, может быть. Ну да, ты, короче, используешь шорцы как перелив трафика с маленьких видосов на большие. Вот. И, ну, логично тоже на трейлер это все переливать. Угу. Угу. Сейчас так и сделаем. Наверное, сейчас подкаст закончится, я так и сделаю. Вот. И там начался... Ну, это как бы не особо такая там как бы вот этот YouTube-канал. Мы его по сути никак не... Он начал уже под конец до релиза приносить больше просмотров, чем IGN. И сейчас мы уже мы там недавно выложили трейлер про Steam Scream Fest. И мы уже не с IGN. То есть мы сами какой хотим, там уже выкладываем. 55 тысяч подписчиков у вас, 55 видео. Да. Ну и шортсов дофига у вас прям нормально так шортсов. Ну тоже штук 60, наверное, 50-60, может 40. У нас 55 видео без шортсов? А, не знаю, кстати. А, кстати, да, наверное, без шортсов. Там трейлеров 5 или 6, а все остальное шортсы. Ну вот сейчас после релиза вот день назад мы выложили трейлер и месяц ничего не постили. Никакие шортсы. Но тем не менее он там набирает вот сейчас 12 тысяч просмотров у трейлера. Такой уже пост-релизный уже там уже такого ажиотажа нет, тем не менее набирает. Если бы выкладывать больше шортсов, то больше. Вы выложили трейлер в середине января, у вас денег было до марта, игру вы зарелизили, по-моему, в сентябре, насколько я помню, ну, насколько по стиму мы видим. Как вы просуществовали все это время? То есть у вас все изменилось? Ну, все равно стало проще. То есть вы понимали, что типа стопудово заработаете, да? И это позволило как-то выкрутиться из ситуации? Ну, выкручивались, да, просто. Не буду рассказывать, как выкручивались, стараясь оставаться независимыми. Вот сейчас там можно было, там 10 раз можно было взять инвестиции, да не 10, больше, я только преувеличил 10, там сразу пришли все, там пришли Devolver Digital, я этим не занимался, я просто знаю, вот там у Солвита выкладывал, теперь прислали, сегодня с этими разговариваем, сегодня с этими разговариваем, там бесконечные. Вы принципиально не хотели ни с кем сотрудничать и получить там какое-то количество денег заранее? Ну, с точки зрения бизнеса я бы, может быть, повел себя и так, типа, я вот денег не знаю, не видел никогда, что это такое, вот у Олега опыт сильно больше, он человек взрослый, опытный продюсер, там с 30-летним стажем, он такой, зачем тебе эти там два миллиона, если у тебя сейчас игра говорит, я просто супер-хит, то есть, зачем? ты сумасшедший, ты сейчас поменяешь, типа, миллион, два или сколько, и все, и будешь, и сядешь с ним, зачем это надо, какой в этом смысл? Давай лучше мы постараемся все-таки дотянуть и остаться независимым, делать, что мы хотим, когда хотим, сами с собой будем договариваться, чем мы будем договариваться еще с какими-то людьми, которые вообще к разработке этого проекта, к тяжестям, трудностям, к крончам отношения не имеют, вложили они там, ну окей, заработаешь ты вот эти вот первые деньги, ну и типа, в чем прикол? Ну не интересно. Можешь в двух словах еще рассказать про Playworks? У вас в Стиме, как издатели, вы сами и Playworks. Это китайский издатель на китайский регион, мы даже в игре подписали, что китайский регион, в Китай ты не выйдешь вот, никак сам, вот, к тому же это рынок вообще никому, нам недосягаемо непонятный, вот, и мы просто искали вариант, как мы можем выйти в Китай так, чтобы это было хотя бы продуктивно, то есть, и соответственно, надо найти китайского издателя, вот Playworks, мы сами его нашли, то есть, мы разговаривали с самыми большими китайскими паблишерами, они после демки не захотели, то есть, они не увидели, видимо, потенциал, вот, там были большие, мы договаривались, что давайте входите как партнер, тоже пытались, а вот он согласился, и вот он на Китае с нами начал работать. А он только по Стиму вам помогал, или на местные какие-то сторы тоже будут вкладывать. А там какой-то, там Билли-Билли, по-моему, или как, я тоже, тут вопрос. Не сильно погружаешься в этот вопрос. Я не сильно погружен, там Хейбокс какой-то у них есть свой, Билли-Билли, но, по-моему, они торгуют ключами со Стима, и это какой-то рынок, типа, из Стима, они там оставляют на Билли-Билли обзоры, а они автоматически публикуются как-то в Стим, какая-то там такая система, я не особо, но это все все равно. Я пытаюсь понять, насколько важное вот это было действие привлечь в Playworks, или непонятно особо? Ну, важное, конечно, на 100% процентов. У нас сейчас Китай там на втором месте. По продажам? По продажам, да. Они с локализацией помогали еще, я так понимаю. Да, у нас на 16, по-моему, языков локализировано. Могли, ну, тут дело не в локализации, могли помогать, мы могли бы сами там перевести. Ну, помогали, да, но там основная идея, что они просто рынок знают о Китае, потому что они китайцы, и все. Вот там такая идея. Мы пробовали разные варианты, там, по-моему, ребята-поляки, но на китайский рынок тоже там цифры не росли, а вот с Playworks там что-то он лучше понимает точно про свой рынок, и 100% надо было. Окей. Не идти в это бессмысленно было. Ну, как бы, почему бы нет? Так, давай немножко пройдемся по итогам перед запуском. То есть, вот вы в итоге до сентября, в конец сентября, 30 сентября, что получилось собрать по вишлистам, вот когда вы запускались? Ну, я так понимаю, командой вышли 35 человек, то есть, вы в итоге игру доделали 35 людьми. 30, 35, где-то так. Мы вышли, у нас было 350 тысяч, по-моему, вишлистов. То есть, основную массу мы собрали, или 200 тысяч вишлистов собрали сразу резко, ну, потом после этого, конечно, там всегда спад, и там какими-то скачками, вот на фьючер-гейм-шоу выступили, там какой-то скачок был, потом Summer Game Fest, скачок, потом мы сделали трейлер такой, потом такой. И все равно это вот за полгода, или за 7 месяцев, принесло 150 тысяч вишлистов. То есть, мы выполнили 80% работы за неделю, и остальные 80% было прям тяжелейшая работа. И мы вышли где-то 350 или 370 тысяч вишлистов, по-моему, где-то так было. При этом игра получилась достаточно небольшая, да, ну, по геймплею примерно там 2-3 часа, но некоторые наигрывают. Ну, это не так, она не планировалась, она есть. Мы совершили какие-то геймдизайнерские ошибки, но она, конечно, реиграбельно планировалась изначально. Ну да, вот я и говорю, что там наигрывают больше. Там сюжет, сюжет, там, первое прохождение простое, там много было геймдизайнерских ошибок, первое прохождение ты учишься только. Вот эти 2 часа, это нами запланировано было, как ты учишься механикам, но прогресс не блокируется у тебя, то есть ты совершил ошибки, как игрок, дошел до концовки, и дальше у тебя должно так, ага, игра работает по-другому, так надо было там лечить монстров, а не убивать их. А, у меня еще есть новые монстры мне выпали, играю еще раз, пробую, смотрю, что будет, так, идея такая изначально. Поэтому она, конечно, она не 2 часа, 100%. она может быть на 2 прохождения, типа, это 4, 4,5, ну, основная масса игроков, скорее всего, но мы сейчас работаем над тем, чтобы это изменить. Сейчас у нас медианное в Steam 3 часа, медианное время в игре 3 часа. Игра, ну, запустилась, и, ну, понятно, что, видимо, продалась она неплохо, мы про это чуть позже поговорим, вот, и 55% игроков положительные отзывы оставили, да, 45% недовольны. В чем основное недовольство? Было 43% отрицательных и 57%. Ой, 43% положительных, 57% отрицательных. У них не сметчилась маркетинговая кампания с геймплеем. То есть в трейлере условно видели одно, то есть ожидания были одни, а в итоге в геймплее немножко другое. мы не оправдали, игра не оправдала ожиданий, да, и мы сейчас работаем над тем, чтобы вот эту штуку изменить, то есть нам надо подогнать под трейлеры, там причем все это есть. Ты здесь нам можешь объяснить, какие пункты не зашли, ну, что не понравилось? Мало хоррора, соответственно, мы там у нас, мы ее сейчас запустили под Хэллоуин скример-директор, который у нас был полгода мы проводили плей-тесты, которые нам показали, что наша игра на 8 из 10. Там есть там проблемы, баги, мы там закрывали и так далее, мы проводили много плей-тестов, и оценка эта росла. И мы такие, так, у нас есть непротестированный, нам тяжело успеть этот скример-директор, при этом у нас оценка высокая. С плей-тестов, да? С плей-тестов, да, там 300 человек в итоге у нас где-то протестировал, 300 человек. А, давайте сделаем Хэллоуину прикольную штуку, просто добавим еще больше скримера, они еще говорили, что она страшная, то есть давайте потом еще добавим этот скример, сейчас не будем рисковать, еще больше багов там и так далее, зачем это надо? И это была супер-тотальнейшая ошибка, и вот эта вот вся тема, типа с плей-тестами, она просто не работает, потому что там тестируют люди, которым нравится игра, и у них там, ну... Они супер-лояльны заранее, да? Это странно, потому что как раз там мы использовали гейм-тестерс там инструмент, он прикольный, там люди прям расписывают и так далее, и мы специально выборку делали, так это казуальный игрок, любит хорроры, симуляторы, так потом симулятор убрали просто казуальный игрок, специально сделали казуальных игроков, чтобы не было нашей аудитории, убрали симулятор оттуда, хоррор должен был быть, мы их спрашивали, они нам отвечали, у вас, ну, прикольная игра, есть проблемы там, та-та-та-та-та, но в целом 8, один человек стоял 3, там последний раз у нас, там, один человек стоял 3, 50 там поставило просто, 7, 8, 9, кто-то 10 стоял, мы такие, блин, ну, все отлично, давайте там, поднажмем еще там, исправляем какие-то вещи, и, ну, все, выходим, выходим, мы выходим, мы выходим, и люди такие, так у вас вообще не то, поэтому тут история с плейтестами интересная, то есть неоднозначно, то есть можно использовать, но как, как вот ты бы, нельзя использовать, вообще на игре, нет, 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 это, ну, туда приходят игроки, я хочу поиграть в вашу игру, потестить все, и он тестит, ему нравится, не хочу тестить игру, там сидят люди, так, пришел заказ, вот такую-то игру тестить, о, ну, это не мое, не буду тестить, не хочу сегодня, вот у меня там, эти 10 долларов, мне неинтересно, о, звук уходится, он там и трейлер сейчас поиграет, вот, короче, и это играло все равно, даже если мы там выборку какую-то делали, наша целевая аудитория, и она есть, там у нас все равно 55, там скоро 56 процентов будет, и там, если ты почитаешь отзывы, там, те люди, вот, ровно эти люди ставят, игра так классная, почему она смешанные отзывы, да, вот в нее мы попали, но основная массовая аудитория, основные массовые игроки, они, конечно, ждали другую игру, они ждали там, скорее всего, survival horror, где больше на тебя прыгают монстры, где она динамичнее, все как в трейлерах, там, ты ходишь там, тебе бац-бац-бац, все вот это история, хотя мы его продавали, как симулятор, везде было написано, что это симулятор, вот, и симулятор, и массовая аудитория, это очень, симулятор безумно популярный жанр, сейчас marketplace, симулятор, там, какие-то топы пробивает, там, в топ, в топ 10, там, по продажам, супермаркет, да, супермаркет, магазом управляешь, да, да, это супер популярный жанр, но, эти аудитории, вот, хоррор, они мэчатся, мы там немножко, мы тут уже геймплейная история, там, во флоу не попали, мы могли бы попасть, мы мало связали с хоррором, хотя тоже появились на плейтесты, немножко эту штуку отложили, вот, это была, ну, максимальная ошибка, ну, и плюс баги, но с багами мы сейчас, сейчас уже нету даже такого фидбэка, мы там за три недели с этими багами справились, с основной массой, сейчас там комментарии, сейчас игроки перешли с багов на, все играется хорошо, все плавно, там, но что-то игра, not fun, типа, неинтересно, вот, и сейчас мы как раз переключаемся на борьбу, теперь с этой задачей, вот, так, немножко давай про продажи, типа, вы запустились, 350 тысяч вишлистов, ну, это очень солидно, да, там, дай бог всем нам по 350 тысяч вишлистов на релизе, как игра продалась, и насколько попали вы с ценой? Если бы мы не совершили те ошибки, которые совершили, мы бы 100% попали с ценой, она бы, она немного, сейчас, вот как раз тема цены-то, она как раз и важна, то есть люди считают, что 25 долларов, это игра не стоит, 20 стоит, на скидки стоит, да, типа, 20, там, 15, там, 20, и наша задача как раз ее сделать так, чтобы она начала стоить свою цену, вот, мы с этим работаем, поэтому мы в цену глобально, мы в нее не попали, по причинам, вот, которые я озвучил до этого, но фундаментально там ничего не мешает, ей стоит там 25 долларов, вообще ничего, ну, и мы к этому и приведем. Короче, просто не хватило немного фана в игре, да, именно того, который ожидали от хоррор игры, чтобы, ну, она, короче, их просто не хватило положительных отзывов, типа, было бы больше положительных отзывов, то меньше было бы претензий, и скорее всего, цена бы была опругнута, но если бы у вас было 75 положительных отзывов, то 25 баксов... Ну, это было бы совершенно другое, а, ну, если бы, нет, если бы они считали 25 адекватной ценой, там, или не было там багов, тогда бы уже оценка была 75, не наоборот. Все понял, все наоборот. Они же, конечно, они такие играют, и, блин, цена не оправда, там возвращаются, например, там, пишут там отрицательный отзыв. Там все наоборот, да. Просто еще интересно, что у вас сначала цена была 22,5. А, это скидка, релизная просто. А, релизная скидка 10%. Все, 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 Так, что с продажами, какой-то гроз, который вы сгенерировали? Я в общих чертах тоже отвечу. А на студии окупилась, там, там, бокс-офис, гроз, миллион долларов, он уже был там через две недели, даже чуть меньше, по-моему. Вот, и игра в общем-то окупила студию, вот, и разработку. Дальше мы там, по-моему, продали там 60 тысяч копий. Но, если бы это было, можно пофантазировать, могло бы это быть, там, другой вопрос. Если бы игра зашла прямо, и мы ее там допилили, попали в аудиторию, там бы сложно представить, какие цифры были бы. Сейчас конверсия, вот, там интересно, по конверсии, по конверсии вишлистов, она должна была быть, типа, в районе 25%, если она прям заходит, взлетает. Это, ну, там, потерялось, там, несколько миллионов долларов, короче, на вот этом вот, на смешанных отзывах, несколько миллионов долларов за первый месяц. А сейчас там конверсия, там, где-то 6%, 6% конверсии. Отвешлистов. Но, там еще добавили... По статистике, ту выручку, которую взгенелировали за месяц, да, там, за первые две недели, да, ты сказал, миллион. Вот. То есть, по статистике, вы должны еще миллион добрать за, условно, год первый. Как вы думаете, реально? Это, это, конечно, реально. это при условии, что ты, там, ничего не делаешь. Что это алгоритмы стима, там, как-то сами, там, что-то. Но, мы прям, мы делаем сейчас титаническую работу над игрой. У нас там ежедневный патч, апдейт и вся вот эта история. Конечно, мы будем, у нас задача другая перед нами стоит. У нас там релиз на консолях, там, еще что-то. У нас есть там еще козыри в рукаве. Присутствует. Мы просто будем исправлять наши ошибки и работать над репутацией дальше. И там цель не то, что все, все, так, ну все, стим, там где-то написано, что по статистике стима, вот за месяц миллион, еще будет миллион, вот не такая история. Это я бы себя так повел, потому что я бы устал, я бы там с Nevergen, я такой вот сделал, все, я устал. Я больше ничего не хочу делать, ухожу на пенсию, там, да я бы так себя и повел. У нас компания, у нас 30 человек работает. Нельзя расслабляться, да? Ну, конечно. Надо зарплату платить и после релиза. А если бы у нас был издатель, он бы сказал, ребята, что-то у вас игра, она, конечно, продалась, но что-то отзывы смешанные, мы что-то не очень хотим, наверное, вкладываться в это, давайте, короче, закругляться с этой историей, и все. И здесь мы как раз и инди. А мы такие, нет, мы не будем так поступать, мы хотим быть киберпанком или No Man's Sky, мы будем себя вести по-другому, все, мы окей, деньги заработаны, стеснив зубы, типа, все, мы дальше живем, студия живет, мы хотим дальше делать там те игры, которые хотим заниматься тем, чем хотим. У нас там довольно, кстати, большая творческая свобода в студии. Иначе бы не получились такие идеи там с зеброй с ртом на жопе там и так далее. То есть это все, это не то, чтобы прям супер мейнстримовый, стандартный какой-то маркетинговый ход выработанный, да, ну вот, это супер, супер бредовая идея у кого-то, вот там, там, у Адама она возникла, там, его больная фантазия это родила, а наша больная фантазия всех овнеров, продюсеров, мы такие сказали, как круто, ну это все идет в продакшн, типа, и вот так вот наша студия работает, соответственно, мы все сумасшедшие там в этом плане. Про консоли немножко расскажи, вы планируете самостоятельно выкладываться на консоли? Вы все внутри, инхаус будете делать? Я пока не буду эту штуку комментировать там, пока еще это все, мы думаем, как, ну, сто процентов надо, конечно, это логичный шаг просто, на консоли вынесли. Ну, игра по графике позволяет, да? Ну, я имею в виду, что визуально стопудово очень привлекательная игра, которая стопудово должна заходить и на PlayStation, и Xbox, на Switch, как вы думаете? PlayStation, Xbox, Switch, это нам еще, это история, которую нам предстоит пройти по маркетингу, то есть мы про это вообще ничего не знаем, ну, наверное, там очень похожая история, но это совсем другая аудитория, то есть стимул, как будет на нее реагировать там YouTube, мы не знаем, то есть нам надо советоваться с кем-то, изучать эту нишу, потому что YouTube, он со стимулом, вот, он не конвертируется, например, в виш-листы, не конвертируется YouTube в виш-листы, вот если ты там сам, я не знаю, какой силой надо обладать быть Дуэйном Скалой и Джонсоном, чтобы на YouTube, на своем YouTube-канале или в Инстаграме сказать, покупайте, у меня крутая игра вышла, или крутой фильм, где покупайте, все пойдут, вот примерно так это должно, а просто там ты видос выложил, где у тебя пингвин, там, что-то там, ты его гладишь, это не конвертируется в виш-листы, это конвертируется в просмотры, это конвертируется, конвертируется в медийность, в популярность конвертируется, что все про тебя говорят, все о тебе знают, но то, чтобы ты пошел и добавил в виш-листах, это не конвертируется, виш-лист как раз, мы тоже до этого обсуждали, конвертируется, это вот алгоритм стима заметит твою популярность или не заметит, вот это конвертируется в виш-листы, а так, чтобы человек перешел там по ссылке, на телефоне, где эта ссылка, я вообще не знаю, прикольный видос, ну, подпишусь там, потом дальше посмотрю и дальше свои сторисы ты смотришь, вот, а так это не конвертируется, инвертируется. Ну, может быть, нет, сила идеи еще тоже, конечно, типа, настолько крутая игра в патреллеру, вот так круто она выглядит, блин, я не хочу это пропустить. Вот это должно быть, это какой-то такой порыв должен быть, который... А так просто видосики делать на Ютубе, ну, это, ну, прикольно, весело, там, кто какие-то комментарии напишет, то есть это прям... Это сила игры должна быть, сила идеи, там, сила медийная какая-то, там, популярность. Это должен Дональд Трамп, там, сказать, или, там, Илон Маск сказать, типа, а теперь мы сделали вот такую игру, и она доступна, там, в Тесле. Покупайте Теслу, и все пошли и купили Теслу. А ТикТок работает, потому что там есть прямая ссылка, да, я так понимаю? ТикТок тоже не работает. ТикТок еще хуже работает, чем Ютуб. ТикТок, кто-то нам давно сказал, там конвертация виш-листы начинается от миллиона просмотров. Просто там настолько много человек должно посмотреть, чтобы какой-то процент от них такой попался, что это начало конвертироваться в виш-листы. Вот. А это тоже... Но что бы вы делали, если бы на IGN игра не зашла? Ну, или ее бы не выложили? Как бы вы тогда действовали? Мы бы доделали ее в более короткие сроки. Она бы скорее не выглядела так, как она выглядит. То есть выход на IGN и общий успех изменил вообще подход к ее созданию. То есть изначально мы... Мы должны были ее залудить быстренько. Типа, блин, прикольная идея, там, сто пудо, там, миллион долларов. Давайте как-нибудь быстро сделаем, там, там, как инди-игру. Соберем, там, маленькой командой. Вот такая была история. А потом, когда все это случилось, аудитория, фидбэк говорят, так, а вот это у вас есть, а вот это у вас есть, а вот так вот будет, а вот так, а нам уже заднюю давать. Уже вариантов нету. То есть нам надо удовлетворить их, там, запрос. Так, а мы еще трейлер сделали, там, тем круче его визуально не сделаешь, там, тем... Ну, понятно, что он красивый, соответственно, на него придут, среагируют люди. И я сделал его красивее, чем игра была на тот момент. Я из ассетов из игры сделал, но я эту картинку, я там свет ставил как-то еще вот эту всю историю. И после этого мне надо было уже подводить визуально под... Может быть, если бы она не выстрелила, там были бы другие анимации, более топорные. Может быть, меньше механик было. Может быть, там меньше симулятора, на самом деле, было бы. Или он был бы сильно упрощенный, и я бы делал ставку больше, сильно больше на хоррор сразу изначально. То есть там как... Что-то там мы покормили, там они покакали, вот сосали, но прям долбежка хоррорная. Сейчас мы все равно к этому пришли, это все равно обязательно надо сделать. Без этого просто не работает там даже хождение по коридорам. Они ощущаются скучным. Время превратится. Ходишь туда-сюда, тележку толкаешь. Там, конечно, это место, оно пустая дыра там, в которой должен лежать хоррор, который мы готовили под эту штуку. И хотели это все внедрить. Вот. Почему вы не вышли в World Access? Мне сложно тебе ответить на этот вопрос. Но это могло бы... Могло бы сильно, да. Мы долго рассуждали, могло бы быть или нет. Ну, наверное, бы отзывы чуть получше были, сто процентов. Но, наверное, мы расстроили бы аудиторию, которая ждала полноценную игру. Там мы это, конечно, обсуждали много раз, но вот решили все-таки на полноценный релиз пойти. Потому что, если бы игра не зашла, на Early Access вы бы получили меньше продаж, меньше выручки, да? Если бы получили плохие отзывы, то это условно чуть ли не крест тогда на игре был бы вообще. Да. Что-то такое. Риски больше были. Мы даже демо не делали. То есть мы не участвовали ни в Next Fest не участвовали. Мы не делали демо. Мы у нас там очень серьезный маркетинг, который зачем нам это надо? Типа, какой смысл? Только мы выкладываем демо, например, да, и все, мнение об игре уже сразу формируется. То есть мы не можем ни поиграть, ни посекретничать, ничего не можем. Ажиотаж этот, ну, сразу сбивается. Зачем это надо? То есть она отбирает хайп, а мы его этим срезаем. Типа все, ну, наигрались в хайп, и хватит. Ну, получилось, что у вас слишком высокие... Вы создали слишком высокие ожидания от игры, и любая демка или Early Access могли ее разрушить, и... Ну, такие риски, конечно, стоп. Но она просто... Могли поддержать, могли разрушить. Могли бы, типа, игроки лучше понимали, что они тогда купят, а может быть, пришла бы аудитория симуляторная. Точно не знаем. Вот. Но мы со многими советовались и решили, не надо. Что нам это просто... В этом нет смысла вообще никакого. В этом просто нет смысла. При таком количестве виш-листов, ну, еще мы заработали, еще 50 тысяч виш-листов. К тем 350 было. Сейчас вот после релиза, там полмиллиона виш-листов. Все равно там, даже если смешанные отзывы, там у нас добавилось, там, когда часть конвертировалась, еще добавилось там 150 тысяч виш-листов. Поэтому зачем нужен Steam Scream Fest? Он замена там, помощь тем инди, которые не знают, как делать маркетинг. И вот это мощный инструмент для того, чтобы заявить о своей игре. Вот для них... А мы заявили о своей игре. Все, что мы можем получить, если бы у нас было маленькое количество виш-листов, допустим, 50 тысяч виш-листов мы заработали бы после трейлера. Тогда на Next Fest имел бы смысл выходить, чтобы удвоить эти виш-листы. Тогда бы да. Тогда бы было 100 тысяч виш-листов. А 100 тысяч виш-листов – это там, ну, там, математика. Такое-то количество продаж. Можно примерно посчитать там, как, что будет с релизом. А когда уже там 350 тысяч, ну, там уже как бы игра в цифры начинается с этого момента. Мы там сидели, смотрели, мы там, по-моему, до 87-го места в топе, топ-100, или 87-ое перед релизом занимали. Ну, просто как челлендж там уже был. Так, 87-ое. Блин, а вот эта игра нас обогнала, она круче или что? Ну, просто самое этим... К делу-то особого отношения уже не имело. То есть это вообще оказалось вообще неважно. Оказалось, из интересного оказалась вообще неважно дата, которую ты выходишь. Всем было бы все там... Мы привязывались так. Дальше уже ноябрь. Октябрь – это хорроры. Там, значит, Хэллоуин. Там Next Fest. А потом ноябрь – это время трипл-игр. И декабрь – там это уже Новый год. И все. И дальше только в январе. Все, нельзя. Дальше нельзя. И мы вот этим стратеграммом... А до этого было так, как оформить Steam-страницу правильно. Так, гифки туда надо добавлять или не надо добавлять? А какие они должны быть красивые? А вот текст там понятен или непонятен? А вот понятно по картинке, что у нас? И это не имеет никакого значения вообще. Ну, это имеет значение до определенного момента. Но после, допустим, ты делаешь какой-то удачный трейлер или договорился... Я не знаю, что угодно может произойти. Все, это больше перестает иметь смысл. И даты перестают иметь смысл. И картинка, и как у тебя оформлено старые там скриншоты на Steam-е висят, их надо заменить уже, это позор. Ну, я так. Шучу. И думаю, надо заменить, просто актуализировать. И... Ну, это как бы... Вообще все равно, по сути. То есть это всем никому не интересно. Все и так все про эту игру знают уже. Из миллионов там просмотров. Давай еще порассуждаем на какую тему. Вот ты назвал там No Man's Sky, Киберпанк. Как будто бы достаточно много сейчас стало таких историй, когда игра релизится, получает долю негатива. И вот игра пытается реабилитироваться перед подписчиками. И сейчас уже как будто подписчики, игроки, они уже поднаелись немного этой истории. Они, наоборот, еще больше, знаешь, негатива оттуда вываливают. Вообще нет. Нет? Чувствуется от того, что вы делаете сейчас улучшение, чувствуется, что народ вас поддерживает, что вы там не кидаете. А ты можешь открыть, просто посмотреть, что нам пишут. Нет, там много хейта еще. 45% на 55%. Это заслуженная оценка. Мы ее полностью заслужили. Там как было? Вот мы вышли в релиз в 3 часа дня. 4 часа мы были на 8-м месте по продажам в мире, опередив Counter-Strike и Dota. Потом люди поиграли. И пошли отрицательные комментарии. Мы еще сутки пробыли на главной странице Steam'а. И еще в топе на 14-м месте. Там потихонечку снижались. Но все равно Steam нас держал. Вот где-то сутки или двое суток мы там продержались. И это все время, там прошло 6 часов, или там сколько еще, суток не прошло. Там был такой шквал негатива, что мы вообще не отвечаем никому. Что мы все хинули, мы собрали бабки. Нет, русские, кстати, русские-то... Нет. В этот раз это удивительно, но русские... Ну, они что-то пишут, но в основном они играли. То есть у нас там в комьюнити вообще слова плохого не было. Потом дилеем дошло, что там с игрой не так, все в порядке. Но это писали... Нет, это мировые игроки писали, что мы никому не отвечаем, что мы забрали бабки и ушли там. Какие бабки? Мы даже... Мы просто пытаемся даже студию сейчас окупить в эти первые двое суток. Выиграть. На сосиску в тесте там набралось. И мы с этими мешками денег ушли, никому не отвечаем. И вот прошло полтора дня, мы сделали патч и написали, что мы делаем... Начинаем делать патчи, апдейты и так далее. И это сразу... То есть люди как будто... Как будто шизофрения массовая. Все изменилось сразу. Это был первый такой перелом после суток, что патчи работают. То есть мы начинаем... Они видят... Так, они все-таки разговаривают с аудиторией раз. Нас слышат два. Мы потратили деньги там не впустую. И разработчики поддерживают игру. Три. Они улучшат игру. Она будет клевая, потому что мы ее так любим. Четыре. И это прямо работает. Это прямо работает. Надо было ждать полтора дня. Можно было там условно... Вот несколько часов прошло, четыре часа, а вы могли сразу... Ребята, мы здесь, мы вас видим, слышим. Сейчас уже мутим фатч. Мы сделали этот пост, он не сработал. Вот это отписка. Это балабольство, да, получается? Да-да-да. Вы такие, вот там что-то обещаете, давайте это там... Это не работает. Вот если пришло обновление, какие-то изменения, тогда мы все, мы понимаем, что вы сейчас не спали, все это видели, читали. Мы видим изменения, про которые все говорят в патче. Все, вы, значит, работаете. Это прямо сильно, сильно сработало. Но сейчас прошел месяц, там было несколько стадий. Стадия отрицания, там, торга, принятия, там, вот вся история. Там сейчас... Блин, молодцы, что вы общаетесь с аудиторией, но вы все равно все еще закончены, со сломанной игрой и идите нахер. Но некоторые, типа, молодцы. И при этом все равно они... То есть это такая странная вообще... Это странная, смешная история. Нас ненавидят. Нам в отрицательных отзывах пишут, что мы молодцы, что там изменяем. Или все... Блин, я все равно хочу вашу игру, я вот буду ждать. Там какая-то вообще такая... И все... Они как будто нас пинают сами. Типа, давайте, доделывайте, дебилы вы. Мы хотим вашу игру все равно. Сделайте, тогда я подумаю. То есть там прямо вот такая аудитория. Дальше было... У нас начали сходить баги. Они такие, так, а почему... А почему смешанные, ничего не понятно. Пришла... Вообще не было сперва симуляторной аудитории. Пришла только аудитория, которая вообще не понравилась. Вот. Те, которые пришли за хоррором. Потом начала приходить симуляторная аудитория, они начали спрашивать, почему смешанные. Это очень странно, потому что мне понравилось там гладить, там и вот эту рутину выполнять все. Там и страшно мне было. При этом вообще непонятно. Почему так? Дальше была история... Ну, у вас все равно есть баги. И вы все равно козлы. Сейчас у нас непонятно, а где баги. Вот там последнюю неделю с производительностью. Я там подкрутил производительность. Игра играется плавно. И багов я там никаких не заметил. Сейчас вот такой идет уровень комментариев. Но и остался последний. То есть все, мы прошли сломанные всякие вот эти истории, стадии, да. И осталось самое тяжелое, сложное. Это сейчас придирки к флоу. Что неинтересно. Там вас играли. Там могла быть лучше. Не стоит своих денег. И сейчас у нас период, когда мы думаем, как нам вот эту историю переломить. Вот. И она довольно тяжелая. Там сейчас полторы тысячи отзывов. 55 на 45. Там надо... Что-то мы прикидывали. Если даже сейчас остановится вся эта... И будет меньше отрицательных отзывов, то нам надо еще столько же. То есть 3000 отзывов. И при том же росте, по-моему, отрицательных отзывов. Надо 3000 отзывов, чтобы выйти в 70% положительных отзывов. Вот какая-то такая история. И вот мы придумываем, как нам все это... Ну, короче, вы намерены побороть эту всю ситуацию и все-таки 70 плюс сделать? Или пофигу? Ну... Нет, намерены, конечно. Без этого нельзя двигаться дальше. То есть нам никто не поверит. Так, у них нельзя ничего сделать. Не выйти на консолях. Не еще какие-то там... Не следующую игру делать. Это невозможно. Ну, возможно, но это будет... А, это те чуваки, у которых смешанные там. То есть ты уже маркетинг не построишь. Это должна быть история. Они обосрались, но их ударили, они упали, их помакали лицом в собственное говно и мочу, а они встали, отряхнулись, и типа, не, нифига не так. Типа, мы не такие. Вот это такая должна быть история. Это вот обратная история с ребятами из как Фантастик, да? Которые запустили там мультиплеер в жанре выживача. Блин, забыл название, правда, его? Ну, ты понял, да, про кого я говорю? The Day Before. The Day Before, да. То есть они, наоборот, они бросили и не пошли доделывать. Ну, кстати, вроде как, это как раз был консерн с издателем, насколько я понимаю. Скорее с издателем или с инвестором, скорее всего. Вот, ну, они сами себе полностью не принадлежали. Там очень много... Ну, там 100%. Так, миллион. Они уже туда вложили там, сколько? 5-10, не знаю, сколько они туда вложили. Собрали миллион. Понятно, что все там уже супер-хейт невероятного масштаба с возвратами. У нас-то все-таки такое еще... Много возврата. Да, на самом деле, чуть-чуть мы превысили планку там по возвратам. Сейчас она резко остановилась. Вот. Ничего такого там криминального нет. У меня даже, я посмотрел на Neveragen, то же самое было при 80%. То есть там как бы в рамках статистики практически. Там другая история, что люди видят смешанные и уже неохотно хотят покупать, начинают там читать. Там с другим работа, не с возвратами. Там возвраты могут по любой причине быть. Там краши, там, не то купил, там. Компни у тебя. Компни у тебя. Большая история там. Типа игра не соответствовала трейлерам. Там есть и Not Fun. Вот это вот большая. Это мы вот с ним будем бороться. Ну, остальная половина там, она бредовая вообще. Поэтому там возвраты есть, но не то, чтобы прям у нас какой-то крах. И плюс то, что у нас нет издателей, и мы сами там себе инвестируем и так далее. Ну, нам все равно. Типа, ну, блин, вот у нас есть вторая игра? Нету. У нас есть вот эта игра. Она точно всем нужна. Мы там какие-то вещи неправильно сделали, сто процентов. Мы эти все ошибки видим, и каждый день их пережевываем раз за разом. Все. Заново и заново. Заново и заново. Говорим прям каждый день одно и то же. Так, а как мы правильно? Так, а вот так вот правильно? А вот так правильно? И нам просто надо через это пройти. И это хороший опыт. Это правильный опыт. Тебе повезло, да, о тебе услышали все. И что было бы, если бы это еще и взлетело? Там дальше, ну, дальше мы бы настолько поверили в себя, что наделали бы там больших каких-то ошибок, например. А сейчас, в принципе, у нас не все так плохо. То есть у нас все равно игра заработала. Мы эту все равно историю будем развивать и менять, и вокруг этого строить там все остальное. Но при этом у нас есть, типа мы еще и прошли и кризис уже там не один. Вот. И все равно это такой, ну, это супер бесценный опыт. Интересный. Давай прям финально пофантазируем, что вы будете делать дальше? Ну, вот, окей, справитесь с положительными отзывами, выйдите на консоли. Что можно вот из вашей точки делать дальше? Новые проекты, за O2 или там какие-то мультиплеерные проекты? Чисто теоретически, куда бы ты хотел идти дальше? Честно говоря, слушай, это даже не я, это не моя сильная сторона в таких вопросах, потому что идея за O2, я даже ее отрицал, больше скажу. Вот, когда она возникла, я такой, да я не хочу это делать. Давай, я просто продюсер, вот, давай вот, есть люди, которые хотят, там, Миша, вот, давай ему команду сделаем, типа, я даже не хочу, ну, заходишь, я делаю спарки, мне вот это вот мое, я кайфую с этого. Окей, я могу продюсировать, смотреть, следить, эстимировать там и так далее, менеджить всю эту историю. И я даже отрицал, то есть, я как бы, я понимал, что там есть потенциал, но мне было не так интересно, ну, я погружен был просто в другой проект. Вот. Потом случилось, как случилось, я все это забрал, всю эту историю начал двигать, вот, и получается-то, что я-то особо таких решений-то и не принимал, то есть, типа, куда, куда идем? Это не моя специфика. Моя специфика сделать вам красивую картинку, и чтобы у зебры рот на жопе был, и вы такие, о, нифига себе, это что, так можно было супер странно, или там, чтобы вы, моя задача напугать, моя задача, чтобы, я работаю с выбросами дофамина, с творческой работой, вот это моя сильная сторона, киношная моя сильная сторона, а вот, генеральное продюсирование, что мы будем делать дальше, там, на самом деле, вариантов-то, вот ты всех перечислил, что можно делать там, делать вторую часть, делать новую игру, делать выход на консоли, ну, и, в общем-то, ремейк можно еще, ремейк сделать, ну, бессмысленная история, в общем-то, и все больше там, ну, наверное, какая-то будет следующая история, может быть, будет вторая часть, не знаю, там надо смотреть, надо сперва выбраться из, из той ситуации, в которой мы находимся, а дальше, вообще будем смотреть, что мы вообще от этой жизни хотим, хотим стать суперкорпорацией, которая будет делать триплэ-игры, или хотим оставаться инди-студией, которая делает такие прикольные, необычные игры, но зато независимыми, там, не выходить на IPO, например, где уже решение будет принимать не ты, а еще с тобой там, две тысячи человек, две тысячи человек акционеров, там история с кино прикольная, тоже развивается там с Голливудом, там с этой всей историей, поэтому там, не знаю, что будет, наша цель, чтобы она стала потрясающей, довести ее до, до состояния, где не будет вот такого, типа, она не стоит там 25 долларов, или там, продали там то, чего не были, обманули нас там, и так далее, вот, она должна быть потрясающей, вот, когда она становится потрясающей, даже если это будет пусть 70%, там, просто уже тяжело вылезать из такой истории, мы будем принимать решение, как нам, что мы можем сделать дальше, без этого, ну, никак не получится, можем попробовать, но это просто понятно, что не получится. Хорошо, Валентин, очень интересно, давай тогда для аудитории, ты в прошлый раз уже говорил это, теперь давай попробуем. Интересно, что я сказал, интересно. А вот мы вставим, мы вставим сейчас сначала слова, которые ты сказал тогда, да, там, три года назад. Тогда не думать о деньгах, я думаю, в первую очередь думать о том, чтобы сделать игру крутой, а второй простой совет, не забивайте на здоровье, делайте игру в первую очередь, да, остальное, оно как бы прилипнет к вам автоматически. И сейчас ты зафиналишь несколько советов, два, один, два совета начинающему разработчику, исходя из того пути, который ты прошел, что надо делать, голожопому инди-разработчику, который тебя слушает, да, чтобы ты сделал свой хит, да, там, на миллион долларов США. Давай, если что, вот просто отрежешь, подумать. Прикольный челлендж. Что же я в прошлый раз сказал, я примерно понимаю, что я в прошлый раз сказал. Вот интересно, потом посмотрим. Хочется каких-то уже практичных советов, поскольку опыт уже другого рода там, он не такой прям, типа, о, это инди-мое призвание, я хочу быть поэтом, хочу делать великие игры. У меня уже опыт сильно другого рода, я просто пережил какие-то ужасные вещи, психологические, потому что мы сделали игру за 12 месяцев, не считая предпродакшн, где мы просто варили, варили там что-то, полноценного. И это было просто очень безумно тяжело. Я в такой ситуации никогда не был и никогда не хочу снова оказаться, честно говоря. Но он супер кайфовый, он тебе объясняет, как вот, ты сразу видишь какие-то ошибки там, может, менеджментские, вот как тебе, как тебе сделать так, чтобы в эту ситуацию не попасть. Потому что инди может легко в нее попасть, и он и попадает. Единственное, там нету обстоятельств, которые на тебя там, допустим, у Индии, вот я там делал свою игру, 4 года я ее делал, никто на меня не давил вообще. Я там сам свои решения принимал, что скажут люди там. Мне в принципе было все равно. И я мог бы и не доделать ее. Там, допустим, надоело, что-то случилось у меня, вот как-то переклинило у меня в голове. И я бы ее не доделал, положил в стол, там что-то в раннем доступе зарабатывается и забил бы. У меня уже такой ситуации не было. Я прям жестко, в жестких тисках был. Еще такое внимание просто всего мира. Вообще, как я вообще мог в этой ситуации оказаться? Она супертяжелая. И я бы, наверное, есть у меня, да. Я бы, наверное, посоветовал очень хорошо подумать, прежде чем строить или мечтать о грандиозных планах построения студии типа ААА делать. Я не уверен, что это опыт, это не позитивный опыт. Это опыт, когда ты сдаешь кровь вообще в каких-то, ну, прямо литрами ты ее сдаешь ради того, чтобы добиться вот цели, типа, вот там, миллион долларов, да. Я уже сейчас спокойно просто про это говорю, потому что, ну, я знаю, сколько я потратил жизненной силы, энергии, и как будто бы у меня внутри нету такого, что, о, миллион долларов. У меня внутри, типа, я столько энергии потратил и в это вложил, что это должно быть само собой разумеющимся, но я бы предостерег, очень предостерег, я был счастлив, когда я делал Nevergen, сидя дома, кайфуя там сам с собой, я был безумно счастлив, я сейчас счастлив тоже, но я просто по-другому счастлив, я сейчас, задача немножко другая, я счастлив, что мы все-таки вышли в релиз, несмотря на отрицательные отзывы, я прям почувствовал сил, потому что к релизу я шел в тяжелом подавленном, очень, камень был огромный на спине, типа, что будет, как среагируют, не заработает вообще ничего, ну все, что делаем дальше, то есть там был большой вопрос, куча людей, там 35 человек, это не так, что там, ой, 35 человек, ну все, все уволены, теперь вы не работаете, ну это ответственность перед людьми, перед собой, перед партнерами, где-то там сидишь там в Сербии, что ты будешь делать дальше, типа, устроишься в компанию, делать геймдизайн там в какой-то там матч-3 или что вообще, что-то, это такая ситуация, ты когда, даже вот ты там что-то заработал в жизни и взял большой кредит там на машину или там, или ты снимаешь дорогую квартиру, все, ты уже как бы из этой ловушки выйти уже не можешь. Здесь точно такая же ситуация, мы так высоко взлетели, так много всего сделали, мы потратили много денег на всю эту историю, что обратного пути просто не было, не было варианта не сдавать кровь, не было варианта в расслабоне в этот путь проходить вообще никакого. И этот путь, я вот сейчас прямо изливаю из меня это лес, это настолько тяжелый труд, он часто неблагодарный, он часто, ты должен язык в жопу засунуть, там, как-то быть более мудрым, чем нежели ты такой крутой, там, инди-чувак, можешь послать на кого хочешь. Я мог послать на кого хочу. Сейчас я должен десять раз подумать, чем раскрывать свой поганый, ну, чем раскрывать свой поганый род, и у меня больше такой привилегии никогда в жизни не будет. И, ну, может быть, будет, когда там ситуации разные. И надо ли оно вам? Вот как Инди, я вот обращу именно к истории Инди, точно вам это надо? Зачем вам это надо? Подумайте десять раз, если вы мечтаете построить студию, или мечтаете, подумайте десять раз, прежде чем это делать. Подумайте, что произойдет, если вы сделаете трейлер на миллионы просмотров, или вы свяжетесь с издателем, или с инвестором. Это у вас появится в жизни человек, который будет вместе с вами, там, а ты вот, а что у нас вот с этим? А вот с этим что? А что там? Вам очень повезет, как мне, с партнерами, которые такие же сумасшедшие, как я, и которые хотят просто сделать крутую игру, показать всем, насколько мы крутые. Нам плевать на деньги. Вам очень сильно повезет. Но как только сюда вмешивается какой-нибудь издатель, он может похоронить вашу игру, он может, вам просто неприятно будет с ним общаться, вы можете просто из-за этого психологически там, тяжело себя чувствовать, и так далее. подумайте 10 раз, прежде чем этим заниматься, и, наверное, здесь можно вставить то, что я сказал в прошлый раз. Так, вставь, вставь. Вот здесь. А вы пришли в индустрию для того, чтобы делать игры, и давайте делайте игру. Вы делаете игру, мы играем в пупсиков, вот нам, мне там больше 30, я играю в пупсиков, я делаю там прикольных персонажей. делайте игру в первую очередь, остальное, оно как бы прилипнет к вам автоматически. Сравните. Да, и, типа, и там, и там я, скорее всего, подписываюсь под каждым своим словом, я уверен, что там, то, что я помню приблизительно, и, в принципе, одни и те же. Будьте искренними, там про искренность, будьте искренними, делайте, что вам нравится, что любите, не обращайте ни на кого внимания, мы даже в рамках нашей компании, типа, мы, нам могут сказать, а вот вас так, неправильно, так, но мы все равно свои решения примем. Мы в этом плане искренне перед самими собой, и этим моя компания мне очень нравится, что у нас с удовольствием свободы. И поэтому же мы не ввязываемся вот в истории там с издательствами, фондами, инвесторами, и будем оттягивать это до последнего, чтобы у нас все-таки вот этот кусочек Индии у нас остался. И подумайте несколько раз, прежде чем в это ввязываться, и наслаждайтесь тем, что вы сейчас инди-разработчики. А все остальное опыт. Ну, пробуйте, выкладывайте шортсы на YouTube. Пробуйте делать с каждым шортсом, там, я их сделал просто там 100, 50 или 200. С каждым шортсом у вас будет получаться все лучше и лучше, и просмотры будут расти, и все будет хорошо. А в один прекрасный момент вы сделаете такой трейлер, который все скажут, вау, типа, это так круто. где же ты был все это время. Вот. Поэтому тут только работать, делать то, что ты любишь, быть искренним перед собой, 10 раз подумать, хочешь ли ты строить супер-мега-корпорацию. Спасибо. Ну, мне кажется, очень уже такие, знаешь, супер-мудрые слова, да? Человек, который прошел весь этот путь и был на той стороне и на другой, поймите для себя, да, если вы в это вписываетесь, вы должны четко осознавать, что это нелегкий путь, да, и может быть, вам проще остаться маленьким инди, да, даже если вы сделали успешный проект. Но, тем не менее, ты не жалеешь, да, что ты вписался в эту большую историю. Ну, нет, все, что не делается, все к лучшему, все равно, там, по жизни, ну, если вписался, то все иди до конца, то есть, тут уже обратно не пойдешь. Нет, я не жалею, ну, конечно, какой смысл жалеться. Получается прикольно, и я даже, скорее всего, я не очень хочу, вот хотим ли мы делать ААА игру, вот дальше просто вопрос, все, классно, ААА игра, вот прямо у нас и есть мысли на тему ААА игры, хотим ли мы это, ну, скорее всего, скорее всего, хотим, ну, это будет такой тяжелейший опыт, и опять вся эта история безумно тяжелая, и там опять надо будет, я вот, вот самая важная вещь, которую я понял, без сдачи крови, ну, ничего не будет, тебе так вот легко не получится, я прям смотрю там, там, допустим, Милан Макс, Стив Джоусс, я уверен, там можно покопаться в их, прочитать про их путь, а про них написано много, там, мотивационных книг, там, и так далее, и такой думаешь, блин, а у меня, может, мне повезет, может, я так быстро сделаю сразу игру какую-нибудь классную, и она так сразу принесет, там, кучу денег, или смотришь на другого человека, который там сделал, Little Company, человек сделал, там, у него там 100 миллионов долларов, мультиплеерный хоррор такой, да, мультиплеерный хоррор, 100 миллионов долларов, такой, нифига, чуваку повезло, он в одного сделал такую игру, ага, потом начинаешь изучать, он еще 10 игр в Роблоксе сделал до этого режимов, понял, как Роблокс работает, и только после этого у него получилось, там, я уверен, это история про любую успешную игру, тот же Poppy Playtime, ты такой думаешь, господи, люди сделали, там, на 30 минут какую-то игру, как она так залетела, почему у них миллионы просмотров на YouTube, начинаешь копать, это там два брата, которые там 10 лет эти мультики делают, у них другие каналы, и они там просто, у них там 100 миллионов просмотров, или там, или миллиард просмотров какой-то безумный, и вот они решили сделать игру, все не всегда не так просто, там, они когда-то где-то сдали кровь, вот, 100%, где-то когда-то они очень-очень много страдали, чтобы все получилось, и у них получился такой, они получили такой опыт, который у них есть. Короче, без иллюзий, ребята, без розовых очков, да, но тем не менее, типа, сдавай кровь, да, Skin in the Game, знаете, есть еще такая книга, типа, шкура на кону, то есть, если ты хочешь что-то такое большое, серьезное сделать, да, то будь готов, что шкуру на кону надо поставить, ну, иначе, скорее всего, не дойдете вы до результата. Круто! Спасибо, Валентин, блин, ну, большой, большой респект, поздравляю с релизом, ну, это очень круто, да, супер кейс, я желаю вам, чтобы вы вытащили эту катку, да, зарелизились везде, где только могли, можно сказать, вместо хейтеров превратили в лояльных чуваков, которые вас будут поддерживать, да, то, что вы затащили, но следующая игра, я надеюсь, что уже будет не только вот на холодной аудитории, да, уже и с помощью ваших чуваков. Кстати, тут, извини, еще. Да, давай, давай. Спасибо, спасибо. Насчет хейтеров, допустим, не будут хейтеры, тут важно, чтобы интерес был к игре, потому что отсутствие интереса, вот оно самое страшное, а так у нас там битва, сейчас хищника против чужого, они не понимают, почему игра говно, вторые не понимают, почему мы вышли с багами, и вот они друг с другом там спорят, и друг другу доказывают каждый свое, и на самом деле пусть будут хейтеры, можете нас обзывать как угодно, главное, давайте вместе с вами допилим эту игру, ну пусть она будет классная, там никуда не уходите, помогайте, там пишите, в любом виде, пусть это будет негативный, отрицательный комментарий, но это будет фидбэк, который мы обязательно прочитаем, и обязательно обработаем точно, 100%. Ну это показатель того, что игра вызывает интерес, да, будь он негативный или позитивный, ну типа, не так важно, главное, что есть с чем работать. Все, спасибо еще раз, давай, пока-пока. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok